В соло режиме Вот такой тут кик Все остальное это так дополнительные звуки Ну, snare естественно На вторую сильную долю, вот где красненькие Это как бы сильные доли, только они вторые идут по очереди Вот на вторую сильную долю Мы и ставим snare А слабая доля это вот здесь посерединочке Это чтобы тоже не начинали меня ругать Вот, это я уж точно знаю Теперь хеты открытые тоже в местах очень правильных Тоже посмотрите Вот такой идет Сэмпл и еще один такой вот Кстати, они стандартные Поэтому они у вас в принципе будут Единственное, вот где написано у меня VEE Это Vengeance Electro Essentials А так все остальное это в принципе стандартные моменты идут Так, 10 минут, ё-моё Дальше смотрим Бас Вот здесь, кстати, бас тоже играет очень большую роль Потому что здесь он такой трансодрамбасовый Ой, не знаю, как правильно выразился Нет, но в общем он вот такой Обратите внимание Bass Line Go Пресет вот такой я взял Полностью добавил дисторшн Вот дисторшн выбрал Компрессию на все накрутил Вот здесь амплитуду поставил вот такую И вот этот вот регулятор тоже вот сюда Хотите, почитайте, что это значит Так, Frequency на треть Ну и все, и получился вот такой вот Драмбас Бас Но он вот здесь тоже хитрость, кстати Он не Он не Всегда играет А вот во время кика он исчезает Но кик у нас, видите, он неравномерный Он разбросан у нас по паттерну Вот он идет В случае GFO у нас постоянно Вот он бьет, да А здесь так не получится Здесь мы используем метод SMDPRO SMDPRO, не знаю Пусть он меня извинит за неправильность произношения Можете посмотреть этот урок Через пик контроллер Считываются удары Считываются удары кика А вот на Bassline Наложен Наложен фрифильтр У которого в зависимости от нашего кика Прыгает вот этот Frequency И таким образом у нас изменяется Его громкость Ну у меня так настроено В принципе звучит Можно по-другому сделать Я сделал так Это вы тоже можете посмотреть На CG-зоне Ну и в других местах в интернете В общем этот ролик распространен Дальше здесь наложена Реверберация Maximizer ВАВС дублер Об котором я потом когда-нибудь расскажу Это распределяет звук по нашим ушам Вокруг их И так далее Фрифильтр Я уже сказал Для чего он тут стоит Про бас Вроде как все Извините Времени не хватает Надо что-то все рассказывать А фокусов Кстати много Дальше здесь У нас в некоторых местах Пищалка превращается В более противную Но интересную Вот здесь В этих шишках Мы это увидим Как это делается Просто-напросто Берется вот Эффект хорус На вот этом миксе Вот этого хоруса Ставится Автомейшн клип Ух ты Вот это я нажал О, все Вернулось Так И Во время вот этого Автомейшн клип Я поднимаю И вот такой звук Противный становится Именно из-за хоруса Вот это мы сейчас услышим Именно в этих местах Эти шишечки появляются Дальше смотрим Минута у меня Полторы минуты осталось Даже меньше Смотрим Так Вот здесь вот Есть такой интересный эффект С исчезновением Вообще всего звука Объясняю В общем все банально И просто Это Автоматизация Автоматизация Вот Самого микшера То есть Вот Вот этого Регулятора Вот этого Правой кнопкой мышки Creation Create Automation Клип И значит Вот в этих местах Вот такими вот Палочками Я надеюсь вы это умеете делать Уменьшаем звук Перед киком То есть Чтобы кик долбил На вот этот Подлет Вот подлет Вот подлет Вот чтобы он туда долбил Вот начинается так Оп И пошло дело Пошло 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 Вот В общем долбилка Я так полагаю Что будет видео Из двух частей состоять Ну ничего страшного Так Значит Если я прервусь Значит будем смотреть Вторую часть И так Дальше смотрим Так возвращаю В вид Более компактный И в общем-то Со всеми вот этими моментами Мы разобрались С нижними Вот Опять же повторюсь В проекте посмотрите И так дальше смотрим Вот теперь в принципе Могу спокойно рассказывать Ладно Уже два видео получилось Так Ну и смотрим Вверху У нас тут Автоматизация Все поналеплены Вот в тех местах То что я говорил Про сейвер Автоматизация В начале Этой Пилы Пищалки И автоматизация Вот этих вот Исчезновений Звука Вот Что еще Хотелось Мне вам Рассказать Во-первых Там очень много 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 Всяких Сэмплов Вот Это в начальной Пищи В начальном колбасе И во втором колбасе Начинается Вот это Вот В общем Вот Разница Чувствуется То есть Здесь хеты Добавились Вполне Прилично Но Еще есть Такой Интересный Момент Не зря Я здесь Добавил Паттерн Десятый То есть Вот это У меня Вообще Обычный Ударник Идет Общий А десятый То что Под конец Вот этой части Идет Он немножечко Отличается А чем он Отличается В конце Добавляется Два Открытых Хета Вот эти Зачем они Здесь В конце Добавляются Слушаем Вот это Как раз Таки Тот момент Где Вот здесь Прерывается Этот звук И Как бы Слушателя Подготовить К тому Что дальше Будут Еще круче Хеты Добавляется Вот такой Открытый Open High Хет И Пошло Ни У меня Голос Ужасный Петь Не буду Естественно Может Когда Нибудь Начну Когда Буду Делать Уроки Про Мелодайн Когда Буду Петь Не я А Практически Компьютер Моим Голосом Так Смотрим Дальше Ну И Вот Мы Сейчас Послушаем Как Эти Хеты Тут Звучат Вот Ну Я Нашел Такие Хеты Чтобы Они Подходили Под Вот Этот Под Вот Эти Вот Семплы И Вот В конце Вы Их Два Четко Слышите И Пошел Колбас Пошел Таким Звуком Дальше Сэмпл Очень Нехорошо Так Ну В общем То Что-то У меня Резерв Рассказа Закончился О чем Жешь Еще Рассказать Ага Почему У меня Такой Как бы Объемный Звук А потому Что Я на Микшер Ну Во-первых Озон Понятное Дело Для Всего Там Всего Для Максимайзера Вот Значит Ну В некоторых И конечно Я не Сводил Потому Что Это Некоммерческий Проект Вот Но Так В принципе Вот Регуляторами громкости И некоторыми Эквалайзерами Я довел До более Или менее Хорошего состояния Мелодию Поэтому Будете Открывать Проекты Мои Смотрим И как бы Понимаем Что Это я Делал За Полчаса До того Как Вот Значит Дальше Смотрим Максимус Вот О чем Хочу сказать Максимус Это Такой Вот На мастер Вешается Ну не на мастер Можно и на другие Естественно Вот Но почему-то Вот Когда Открываешь Файл New Вот здесь Вот как раз Таки он With Limiter То есть С Лимитером Вот этот Лимитер Есть Но он Как и Лимитер Так и Максимайзер В общем Все в одной Куче И поэтому И называется Максимус Вот С помощью него Это как бы Я Перешел С С Супер Гудайзера Вот этого На Вот этот Плагин Потому что Он Хоть как-то Контролируется Там В случае Супер Гудайзера Там есть Одна Крутилка И все Вот Или нету Его Или вот На серединку Или вообще На всю Катушку А здесь Вот Все это Контролируется Все это Настраивается И практически Получается Настраиваемый Саунд Гудайзер Есть 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 Ну и В общем-то Без этого Звучит Довольно-таки Скучновато Сейчас Я отключу В момент Проигрывания И потом Включу Ну Достаточно Скучно Вы поняли Да В общем Достаточно Хорошо Вытягивает Мелодию Опять же Повторюсь Для Качественного Создания Музыки Естественно Необходимо Полное Сведение До вот Этих Всех Вещей Чтобы У нас Не было Вот Таких Вот Сяких Артефактов Не Вылазило Это Естественно Но Это Уже Отдельный Видео Урок Который Тоже Будет Заснят А вот Ну И Еще О чем Хотелось Бы Сказать Вот Здесь Вот У меня Уровни Тоже Меняются Но Это Опять же Что-то Вроде Сведения Что-то Что-то В этом Роде Сейчас Я посмотрю На эффекты Ничего Или Я не Забыл Рассказать Вот Ну Ничего Про Пик Контроллер Я еще Раз Говорю Что Я не Буду Рассказывать Как Это Делается Этот Видео Урок Уже Есть Вот Если Он Каким То Образом В интернете Потерялся Что Маловероятно То Может Быть Я Засниму На самом Деле Он Скорее Всего Есть И Большое Спасибо Товарищу SMD Pro На его Уроках И я Научился Тоже В свое Время Лет Четыре Назад Вот И Еще Что Хотелось Сказать Значит Есть Такой Файл Который Залит На Депозит И Там Есть Проекты Из Всех Моих Прошлых Работ Все Проекты Вот И Он Как Бесит 40 Мегабайт Но Не Смущайте Не Смущайтесь Потому Что Значит Каким То Образом Я Не Стал Ковыряться Почему У Меня Один Из Проектов Весит 60 Мегабайт Не Знаю Почему Сами Там Посмотрите Если Хотите Но В общем Можете Скачать Есть На Моем Канале Есть На Каждом Видео Ссылка На Тот Проект И На Этот Проект Я Кстати Тоже Выкладываю Ссылку Вы Находите Ее В Комментариях К Этому Видео И Также Я Нахожусь На Вконтакте Открыл Свою Страничку Специальную Страничку Которая Вот Сейчас Написана На Экране У вас Вот Вы Копируете Или Запоминаете Не Знаю И Пишите В Строке Браузера Вот Ну Также Можете Подписаться Здесь На Ютуб Что Очень Желательно Потому Что Мне Весьма Приятно Что Люди Интересуются Моими Работами Также Если Не Сложно Поставьте Пальцы Вверх Это Тоже Вполне Меня Обрадует Когда Я Зайду В интернет Посмотрю О Мне Поставили Вверх Палец Если Есть Какие То Вопросы Создаем В комментарии Или Пишем В личную Почту Мою На Ютубе Ну В общем То Успехов Творческих Прежде Всего Всего Доброго До Свидания